Мы знаем, что крест в жизни Господа нашего Иисуса Христа, так по-человечески оценивая его подвиг, явился орудием казни. Духовно это явилось орудием, через которое совершилась великая духовная победа. Побежден и посрамлен дьявол, побеждена смерть, и этот мир, живущий во зле, был побежден. То есть на кресте мы видим, как просияла божественный свет и божественная любовь, которая источилась на все человечество. И поэтому для нас изображение креста с верою, то есть крестное знамение, крестик нательный, является большой духовной силой, великим таким духовным оружием, которым мы себя защищаем. Да, можно, конечно, молиться, но мы знаем, что крестное знамение в жизни подвижников оно имело такое удивительное действие, к примеру, преподобная Мария Египетская память, которую в Великом Посту мы вспоминаем. Она перекрестила Иордан и после крестного знамени пошла по воде, как по суху. Есть такие стихиры церковные, в котором мы такие слова слышим. «И же крестом ограждаеми, то есть те, которые ограждают себя крестом, врагу сопротивляемся и не боимся того коварства и ловительства». Можно привести такую аналогию, как для нас есть такая стихия в этом мире вещественная, как огонь. И для нас это ужасно. И если полыхнет в твою сторону пламя, человек сразу же шарахнется в сторону. Вот такая вот реакция. Приблизительно такая реакция для врага нашего невидимого, и видимый враг, и особенно невидимый. Такое вот опаление духовное происходит, когда человек с верою изображает на себе распятого. Что значит с верою? Креститься. Это значит мы с благоговением истово, то есть правильно крестимся, делаем это, поскольку с благоговением и с верою, значит мы делаем это неспешно, осмысленно, осознанно. То есть это молитва только безмолвная. Порой мы не говорим никаких слов, а просто перекрестились. И на говорим, и, конечно, призываем Святую Троицу, говорим, «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Нательный крестик, он такой же имеет силу и значение для человека. Но крестик, неважно из какого он материала, изготовлен дерево это, алюминий, серебро, золото, еще какой-то материал. Важно что? Чтобы этот крестик, он был освящен. То есть, чтобы над ним были прочитаны соответствующие молитвы. Каждый крестик, когда чин освящения совершается на Тельного креста, он возлагается на престол, а престол — это уже само освящение, возложение на престол. Читаются молитвы и сильные молитвы по своему содержанию. И уже производится крапление святой водой. Вот после этого крестик обретает духовную силу. И уже Господь большую помощь нам посылает. Точно так же, как мы себя крестим, очень было бы хорошо, чтобы мы, если у нас есть дети, благословляли своих детей. То есть, с родительской молитвой, с родительским согласием и крестным знаменем перекрестить человека, который, допустим, собирается в путь. Человека, который предстоит очень важное дело. Это такое родительское благословение. И вместе с крестным знаменем и благословение Божие сообщается человеку. И мы знаем, что, особенно когда родители так вот заботятся о детях духовно, молитвы родителей за свои детей, как, в общем-то, и детей за своих родителей, они очень сильны. Вот приравниваются по своей силе к молитве церкви. Поэтому и молитва, и наше слово к Богу, и наше благословение, крестное знамение, да, которое мы благословляем, перекрещиваем человека, вот это очень важная духовная поддержка для человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok